СЕКРЕТЫ ТАЙНОЙ КОММОТЫ БАД СОРДЖ Глава 31. СЕКРЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ И УЗ Подобно Иоанну на острове Патмос, сейчас некоторые святые оказываются в ограниченных и узких местах и начинают бороться со всевозможными эмоциональными ловушками, которые сопутствуют узам и заключению. С такими чувствами, как безнадежность, бесполезность, отчаяние, покинутость, отверженность, осуждение, недостаток понимания, одиночество, беззащитность и т.д. С таким сонным эмоцией, атакующих равновесие узника, было бы трудно поддерживать неколебимое послушание, если бы не простой секрет этой главы. Когда вы находитесь в тюремном заключении, Бог ближе, чем вы думаете. Господь заверяет сокрушенные сердца, сокрушенные души. С Ним я в скорби. Псалом 90 глава, 15 стих. Когда обстоятельства огорчают, и ваша душа находится в сжатом, подавленном состоянии, будьте уверены, Господь ближе к вам, чем когда-либо. Давид говорил о Господе, и мрак сделал покровом своим. Псалом 17 глава, 12 стих. Когда свет разумения уходит, и вы погружаетесь в эмоциональный мрак, вам на самом деле вручают приглашение в тайную обитель Бога. Именно во мраке Бог тайно встречается со своими избранниками. Узы Господни обычно характеризуются социальной изоляцией и одиночеством. Друзья отдаляются, а отношения, которые некогда служили вам жизнью и благодатью, становятся далекими и отчужденными. Вы ограничены в своих действиях, а те малые движения, возможные при ваших оковах, не доставляют вам никакой радости. Однако это заключение организовано вашим возлюбленным. Ваш небесный супруг увлечет вас в пустыню, как описано в книге Осии 2 глава. Он будет утешать вас своим присутствием и возродит вашу привязанность к его благости и славе. Именно здесь, среди боли, одиночества и бессмысленности, Господь желает разжечь в вас любовь и такую глубину отношений, какую вы никогда не знали. Раньше вы были слишком заняты, чтобы познать или поразмышлять над этим. Теперь же вы настолько решительно настроены понять сущность его поддержки в вашей жизни, что отчаянно, с полной самоотдачей, напираете на него. По милости своей он осушает всякий колодец, питавший вашу душу, чтобы стать вашим единственным источником в тишине кельи. Здесь вы сможете в полноте осознать слово Псалма. 86 глава, 7 стих. Все источники мои в тебе. Вместо того, чтобы вдохновляться проектами, теперь вы будете вдохновлены личностью. Пребывание с ним и в нем станет вашим критерием успеха. Вот как Давид говорил о сокровенности Уз. «Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня видение твое. Высоко не могу постигнуть его». Псалом, 138 глава, 5-6 стих. Будучи объят сзади, Давид не мог ни остановиться, ни выбраться, потому что его увлекали вперед. Будучи объят спереди, он не мог ни увеличить скорость, ни притолкнуться. Единственное, что он мог двигаться тем темпом, который был установлен для него Господом. Он не мог ни сдаться, ни закончить все в мгновение ока. Кроме того, он под могущественной рукой Божией, а это значит, что он не может двигаться ни направо, ни налево. Он человек, лишенный права выбора. И каково его восприятие подобного места принуждения, ограничения и обуздания. Давид мог впасть в искушение, называя все ограничением и контролем. Но, напротив, он говорит о дивном видении, которого не может постичь. Суламита описывала это состояние следующим образом. «Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня». Песня песней, 8 глава, 3 стих. Она воспринимает узы, как нежные объятия его рук. Вместо того, чтобы фокусироваться на отсутствии мобильности, узник сосредоточен на восхитительной близости, будучи заключен в крепкие Божьи объятия. Заключение и узы на самом деле – дар. Узы – это не только место удивительной близости, но также и место передачи откровения. Иисус сказал, что говорю вам в темноте, говорите при свете. Матфея, 10 глава, 27 стих. Во мраке и темноте Бог говорит вам гораздо больше, чем вы понимаете. Быть может, Он не говорит с вами о том, о чем вы хотите. Однако, Он желает вложить в вас мысли и намерения своего сердца. Если вы слушаете и слышите во тьме, однажды вы будете говорить при свете то, что Он прошептал в ваше сердце во мраке. Вы заключены в своего рода тюрьму? Просто отдайте Ему свою любовь. В притчах написано «Друг любит во всякое время». Притча, 17 глава, 17 стих. Даже когда Господь проявляет таинственность в своих путях, Его друзья продолжают любить Его. И в тиши этой любви в сердце зарождается и поселяется новая глубина близости, которая пронесет вас на протяжении всей жизни. Вы узнаете, что искренне укоризны от любящего. Притча, 27 глава, 6 стих. Потому что Он настолько любит вас, что готов ранить и обидеть, чтобы снискать большей близости. Вот один из секретов мрака. Он заключает тех, кого любит, чтобы пробудить их к возрастанию супружеской привязанности и нежности в тайной комнате. Не презирайте свои оковы, ибо они привязывают вас к сердцу того, кого вы жаждете. Вы узники Господа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!